Приветствую вас, аноним, ёлка, ёлка, что вы аноним, хотел бы там, конечно, по имени бы обратиться, вот, но, аноним так и аноним, что здесь поделать? А, смотрите, насчёт, эм, в смысле как, эм, вообще это нормально, нормально, что вы расстроились из-за того, что вам рассказали, вот, это нормально, что вы, эм, ну, как-то вот так, негативно на это отреагировали, а вот, там ещё новостный излучник, безусловно, и, эм, как бы, ну, вам этого хотелось, и, в общем-то, вы ждали, да, и, эм, вам, вам, как бы, отказать, что это в любом случае не та новость, которая, знаете, вызывает какие-то позитивные такие эмоции, да, и всё такое, безусловно. Вот, а, но, 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 есть но, одно, эм, вот, степень, да, степень, уровень, эм, негатива, от, эм, этой новости, от того, что вам отказали, зависит напрямую, эм, от, эм, восприятия себя, от восприятия других людей, от вашей уверенности в себе, и от, э, степени актуализации своего собственного ресурса, то есть, понимаете, а, э, надо бы здесь выявить, что конкретно, а, здесь у вас, э, самое болезненное, вот, что наиболее болезненное у вас, то, что не повысили, не, не дали статус, или то, то, что, э, зарплата не вырастет в два раза, то, что денег будет меньше, или, может быть, что-то ещё, может быть, то, что не оценили вас по достоинству, к примеру, такое тоже может быть, то есть, вот, какие-то вещи, да, какие-то вещи нужно здесь посмотреть, 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 что конкретно вас задело, посмотреть, что именно вам неприятно, что именно вас задело, и вот это вот, э, то, что вы не, э, э, не осознаёте сейчас, То есть это то, что вот проходит мимо вас, то, что вы не контролируете, да, вот, к примеру, к примеру, если вы восприняли отказ, ну как отказ, то, что не согласовали вашу кунигиатуру, кстати, я вот не очень понял, вообще, вот вы написали, да, что ректор не согласовал вашу кандидатуру, но это же не отказ, это просто, как я это увидел, это просто бюрократическая проволочка, то есть, ну знаете, как бывает, да, когда вот по иерархии люди просто не выполняют свои какие-то обязанности, то есть здесь вам не отказали, а просто не получилось, вам нужно еще раз просто повторить, и я думаю, все получится, если, то есть ты, значит, не согласовал, вот ректор не согласовал мою кандидатуру, все это значит, да, то есть здесь не точно, не точно, что это означает, вот. Ну давайте представим себе, что наиболее болезненное для вас, вот это вот чувство, что это против вас, что именно к вам негативное отношение, да, именно вас не хотят, не хотят видеть, допустим, на этой должности, именно против вас что-то имеют, ну, к примеру, вот это все к примеру, мы все сейчас просто к примеру. Говорим, да, вот, это очень важный момент, очень важный момент, потому что вы, получается, оказались задеты, отказывали, отказывали вам как сотруднику, а оказались вы задеты как человек. И вот получается, что с одной стороны, вы смешиваете лично в таком случае профессионально, а с другой стороны, у вас есть какие-то сомнения в себе, мысли о том, что я какая-то плохая, мысли о том, что я какая-то не такая, мысли о том, что со мной что-то не так и прочее. И этот отказ подтверждает эту историю, из-за чего вам плохо. Но совершенно очевидно, что здесь нужно менять отношение к себе, совершенно очевидно, делать его более реалистичным, да, и опираться все-таки на реалистичные вещи, а на, да, и на то, что чувствуете вы, а не на ожидания, не на стереотипах. Допустим. Предположим, что проблема заключается в другом, и, например, речь идет о том, что вы надеялись на увеличение зарплаты, как-никак в два раза больше, это не пустяк, да, вот, и этого не случилось. Соответственно, что здесь имеет, что здесь имеет место быть? Здесь имеет место быть в первую очередь отношение ваших к деньгам. То, как вы видите деньги, как вы к системе относитесь, что они для вас значат и прочее, это первое. Второе, это то, что вы чувствуете нехватку денег. Опять же, очень важно понимать, какова премьера нехватки денег. Это может быть нехватка денег речистическая, а может быть нехватка денег психологического, социального, стереотипного. Это тоже очень важно поиследовать, потому что вещи разные, ситуация разная. У меня, простите, одно на другое влияет. Ну, вот здесь, по крайней мере, да. Вот. Поэтому, 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 на это нужно обратиться внимание. И вот, соответственно, правильно относиться к ситуации нельзя. Потому что, Брайан, это что, это как должен, ну, это не получится. Вот, наверное, чисто вот так вот, на вскидку, ваша проблема в том, что вы хотите правильно относиться к ситуации, но не хотите признать, что вы с ней уже как-то относитесь, и вам нужно прожить это отношение. Вам нужно его именно прожить. То есть пропустить через себя, позволить ему быть столько, сколько оно есть, активно его выражать, усвоить опыт, который в результате этого переживания у вас наработается, и, соответственно, с опытом изменить свое поведение. Примерно такой алгоритм. Но для этого нужно позволить себе чувствовать, для этого нужно позволить себе эмоционировать, для этого необходимо отфильтровать то, где мыслите вы, где ваши чувства, где ваши мысли, где ваши желания, а где все остальное, где другое, где идеи, где стереотипы. Вот. Потому что, как правильно относиться к этой ситуации, это, это гораздо таки и есть стереотип. Правильно, к ситуациям относиться нельзя. Мы люди, мы не роботы. Правильно, то есть, согласно инструкции, можно подсыпать только машину. Знаете, вот. Ну и, вот если, для сравнения, вы если компьютер возьмете, да, вот компьютер. И, я не знаю, насколько вы разбираетесь в компьютерах, ну вот, если вы попробуете запустить некий процесс, который к компьютеру не относится, да, то есть, ну, я не буду сейчас никак попробовать, на быстрый процесс. Вот. У вас появится окошка, или сообщение, а то мне, что, дескать, значит, процесс, который вы пытаетесь запустить, он, собственно, не поддерживает. Непонятно, какой это процесс. А? Вот. То есть, машина получила инструкцию, как я действую, она это, но это действие я попыталась выполнить, у нее не получилось, она дала об этом сообщение. Все. Это правильное отношение. Но человек, он испытал бы эмоции, и разный человек испытал бы разные эмоции, на случай, если ему приходит команда запустить процесс, он допускать не получается. И разный человек, в зависимости от своей проблематики, от своего типа личности и прочее, испытает разные эмоции, и разные проблемы человека, обуславливает, в том числе, разную реакцию на это. Вот. Кто-то будет пытаться снова и снова выполнить, кто-то, 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 кто-то будет испытывать раздражение и прочее, 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 прочее. Понимаете? Вот. Поэтому мы не понимаем, что человек правильно относиться к, эээ, ситуации не может. Понимаете? И расстраиваетесь вы сильно, потому что вы оказались вовлечены эмоционально в то, что вот произошло. Это не хорошо, это неплохо, это нормально. Но, необходимо, эээ, раскрыть эмоциональную вовлеченность здесь, необходимо раскрыть эмоциональность. Да? Это отделить эмоции от ситуации. И эмоции правильно реализовать посредством корректирования вашего поведения. И тогда ситуация будет лучше. Гораздо лучше. Ну и ваш второй вопрос, почему мне так тяжело на душе. Ммм. На душе, на душе немножко меня смущает, потому что, ммм, предлагают некую такую, знаете, мистичность происходящего. Я, все же, склонен, эээ, считать, что, излишняя мистификация, это не лучший вариант для решения проблем. Поэтому, эээ, просто, почему мне тяжело, да, это первое. Второе, почему мне тяжело, не так важно. Из-за чего, да. Важно, эээ, то есть, понимаете, эээ, ставя вопрос так, почему мне тяжело, вы, эээ, как бы делаете, эээ, целью, эээ, причину. Эээ, не всегда, причина, эээ, помогает, решить, проблему. Эээ, более, гораздо, чаще, не помогает, чем помогает. Эээ, важнее, как. Как вы создаете у себя это ощущение, что тяжело. Как? Как, как вы к этому приходите? Какая цепочка ваших решений, ваших выборов, личностных выборов, приводит к тому, что, простите вам, тяжело на лише. Вот с этим нужно подобраться. На выходе вы получите определенные действия, которые вам нужно будет совершить. Это действия, эээ, скорее всего, будут выходить за рамки и того, что привыкли делать вы, и того, что ожидают от вас другие люди, но, без этого, невозможно будет, эээ, удовлетворить ваши потребности. И именно эти рамки, плюс, ваша эмоциональная реакция на ситуацию, означает, что вы не свободны в своем поведении, не свободны в своих решениях. Причем, вы ограничиваетесь отнюдь не рамками закона и даже не моралью. Вы ограничиваетесь именно привычными паттернами поведениями. Но в том-то и дело, что привычные паттерны поведения не способны удовлетворить ваши желания. Потому что желаниям до когнитивных карт поведения, то есть до алгоритмов поведенческих человека, привычных в тех или иных ситуациях, наплевать. Но человек в соответствии с, в кавычках, нормами, выбирает поведение, а не свою эмоциональную сторону. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...